Слава Украине! Приветствуем от Полонского Бавовна! Ребята, начинаем распутывать клубок Бавовен, Бавовен, которые сегодня произошли. Есть несколько интересных, но вот одна из самых интересных, это Бавовна в Белгородской Народной Республике, где сейчас нету света, света вышла. Значит, им сейчас дают почувствовать, что чувствует Украина во время российско-фашистских атак по нашим энергообъектам. Соответственно, наши смотрели на это, все смотрели, а потом говорят, стоп-стоп, а чего это мы должны сидеть без света, в то время как вот в той как раз зоне отчуждения, как там говорил Путин, серая зона будет в Белгородской Народной Республике, там зачем-то нужен свет. Нет, он там не нужен. Значит, смотрите, сейчас 90% Белгородской Народной Республики, короче, вся серая зона без света. Кроме того, даже без света такие города, как Старый Оскол, Белгород, Волоконовка, и волоконок, в первый раз слышу, там что, волоконят кого-то, не знаю. Вот, короче говоря, все это без света, взорвались сразу же все подстанции в области. Как это бывает? Ну, вот так бывает, вот. Я еще раз, знаете, говорю вам такую очень понятную и простую вещь. На России очень большие расстояния. Поставить по полицаю возле каждого столба невозможно, полицаев не хватит. Соответственно, вот все эти объекты, энергообъекты в том числе, являются довольно легкой целью для любого воздействия. И если кто-то думает, что можно бомбить Украину абсолютно безнаказанно, при этом ничем абсолютно себе не рискуя, ну, значит, кто-то очень крупно ошибается, соответственно. Да, значит, давайте вернемся к нашим баранам. Разбитые электростанции, извините, подстанции, которые обеспечивают питанием, соответственно, населенные пункты, но, как оказалось, не только в Белгородской народной. Ситуация и с отключениями коснулась также Воронежской народной республики. Там, смотрите, там, видимо, есть несколько районов, которые то ли запитаны от Белгородской народной, то ли там повреждены электростанции, которые находятся у них там непосредственно. Речь идет о Лискинском, Острогожском, Кантемировском и Каменском районе. Это более 20 тысяч абонентов, которые тоже остались без света, и света ушла. То есть сейчас рашисты постепенно начинают привыкать к той мысли, к тем условиям, в которых существует Украина. То есть после российско-фашистских вот этих вот налетов. То есть мы, ну что, не мы начинали вот это все, не мы начинали войну, не мы начинали долбить по энергообъектам, которые не являются, скажем так, военной инфраструктурой. Это гражданская инфраструктура. Но, коль российские фашисты позволяют себе такое делать, ну извините меня, подставлять вторую щеку мы не будем. И вот сейчас они начали потихонечку понимать вот всю горечь вот этой вот самой ситуации. Когда света ушла, и когда будет, непонятно. Еще раз говорю, этот мы еще ничего не начинали. Это просто вот так проба пера, легко попробовали, оно как-то, да, кто же, а кто же это сделал, да бог его знает. Может местные партизаны, может червячки биоизмененные, может какие-то дроны прилетели, не знаю, там летучие мыши, они же любят такие биоизмененные комарики и так далее. Вот, и оно все горит очень хорошо. Тем паче по такой жире, знаете, оно же вообще невыносимая жира, и все сгорает само по себе. Вот так вот, друзья мои. Так что, как говорится, карма, карма.